Эпидемия разума или очищение разума? Что происходит в мире? Куда мы все движемся? Что и кто движется? Внутри чего есть движение? Сегодня человек стал настолько слаб телом, психикой и умом, что боится вируса и их слабые тела подвержены влиянию не только на уровне тела, но и на уровне психики. И в сегодняшнем мировом замысле важен не вирус, важно то, что происходит с тобой, что происходит внутри тебя. В социуме причиной может быть вирус, политика, экономика, психический и массовый эксперимент. Но все это вторично, все это уже идет изначально по плану дыхания Вселенной. Высший разум через каждого человека проявляет свою сансорическую божественную игру. Одни создают вирусы, другие играют в политические и экономические шахматы на мировой доске. Третьи живут и развиваются внутри всей этой игры. И через каждого Дух проявляет свою игру. И вся Вселенная в одной руке держит кнут, а в другой руке держит пряник одновременно. И в свободе от добра и зла распоряжается ими по совести, для блага и гармонии всего человечества и для каждого человека в отдельности. Вспомним слова Серафима Саровского, когда у него спрашивали «Батюшка, кто вас научил так молиться?» И он отвечал «Черти». «Как черти? Как черти могут научить молиться?» «Да к вам будут приходить по ребрам бить. Вы хочешь, не хочешь научитесь молиться?» Отвечал Серафим Саровский. «Все демоны – это бравые солдаты Бога. На то ищу коврикя, чтоб карась не дремал». Разум одного человека может контролировать массы множества людей. Но знает он, не знает, ведает, не ведает. Разум планеты контролирует всех живых существ на своем теле. А разум Солнца контролирует все планеты. Космический же разум контролирует все звезды, цивилизации и всех живых существ одновременно. И все плывет во сне единого духа. Мы можем во всем винить – вирусы, политический или экономический заговор, но это все пешки великого божественного разума. Будь мудрее и смотри глубже во всю эту причинно-следственную связь. Осознай более глубокую перспективу и игру. Для чего? Для очищения и разрушения иллюзий, как внутри тебя, так и снаружи. Вселенная сама все уравновешивает, стремясь к гармонии. Мы клетки для космического организма. И когда клетки заболели, иммунитет космического организма очищается от них. И далее регенерируют здоровые клетки. И весь этот космический иммунитет используют всех живых существ как свои клетки общего обмена веществ. И осознают своим поведением эти живые существа, этого или нет, делают свои корыстные или альтруитивные действия, осознанно или бессознательно, их подсознание уже часть вселенского разума и взаимозависимо с общей игрой, в которой все происходит только для игры в самосовершенствовании тебя. И человек, как крошечный огонек, разжигающий свою светимость на пути или затухающий по пути. Человек подобен огню, где вселенский ветер перемен, слабые огоньки телом, психикой и умом тушит, а сильные огоньки раздувает и делает еще ярче и сильнее. И проверяет тело, психику и ум огонька со всех сторон, проверяя через фильтры из зоны стихийного огня, воды и медных труб. Помни, незадолго до победы будет искушение сдаться. Не потеряй свой внутренний огонь, чистоты, покоя и мудрости. И сейчас идет именно эта проверка не только тела, но и психики. Вспомним притчу. Встретились как-то на дороге паломник и чума. «Куда идешь?» – спрашивает чума паломника. «В Мекку», – ответил паломник. «А ты куда, чума, идешь?» «В Багдад», – сказала чума. «Хочу забрать пять тысяч душ грешников». Через год идут обратно паломник и чума и встречаются на той же дороге. И паломник говорит, «Чума, а ведь ты меня обманула. Ты забрала не пять тысяч душ, а пятьдесят». На что чума и отвечает, «Нет, паломник, я тебя не обманула. Я забрала свои пять тысяч душ грешников, а остальные умерли от страха». Будь чист телом и психикой. И помни, у страха лишь глаза велики. Все формирует природное синхронистичность событий. Мы всегда там, как светим сами. Хочешь познать Вселенную – познай строение своей клетки. Природа собирает все свои больные клетки в одном месте, борется с ними. Здоровую наделяет силой и процветанием. Свети здоровьем, покоем и мудростью, а не реагируй на свое отражение в зеркале. Если тебе куда-то не надо, то ты потеряешь документы или застрянешь в пробке, и судьба отведет тебя от беды. Если тебе куда-то надо, то дорогу перед тобой откроют и тебя пригласят. Подобное притягивается подобным. Все только по резонансу. Помни, не удерживай то, что уходит от тебя, и не сопротивляйся тому, что приходит к тебе. Тогда ты максимально быстро достигнешь своей вершины горы в счастье и здоровье. Будь в потоке со Вселенной, плыви, понимая и принимая космический замысел. Наслаждайся, подстраивайся и твори от сердца, а не от стресса. Не позволяй иллюзиям сансары потерять и забыть свой внутренний покой и радость. Как бы они тебя не проверяли, и в этом путь белого лотоса. Белый лотос растет на грязном болоте, сохраняя свою чистоту. Так и ты, сохраняя чистоту тела, психики и ума, даже среди хаоса. И тогда ни вирус, ни стресс, ни ложные убеждения тебя не затянут в синхронистичность природной чистки, а выведет тебя из нее. Действуй твердо, от чистоты и здравомыслия. Помни самую главную вселенскую истину. То, о чем ты думаешь, то ты чувствуешь. То, что ты чувствуешь, то и излучаешь. А что излучаешь, то получаешь обратно. Излучай радость, мудрость и покой, и будешь там, где должен. Не потеряй свой внутренний огонь. Сила солнца в том, что светит в темноте. Свети. Вирусы, бактерии и паразиты всегда существовали, существуют и будут существовать. Но никогда не влияли на тех, кто находится в гармонии с природой. Атаки ихними подвержены только те, кто уклонился от гармонии природой. И потерял свою здоровую щелочную среду тела, погрузившись в кислотную вредную среду, которая и является идеальной средой для развития вирусов, бактериев и паразитов. Кислотная среда – это идеальная среда для их размножения и питания. Щелочная же среда – это среда, где им нечем питаться, и они не могут размножаться. Не закисляй свое тело, держи в здоровье тело и психику. Будь в гармонии с природой, и будешь защищен природой. Гармония природы состоит из двух аспектов. Первый аспект – небо, второй аспект – земли. Земля – это физическое тело. Его надо поддерживать в чистоте, в щелочной среде. Самое простое для этого и максимально эффективное – это задержки дыхания на выдохе. Дыхание – это самый сильный и главный инструмент нашего излечения и долголетия. Со вдохом мы приходим в эту жизнь, а с выдохом уходим из жизни. Жизнь – это граница между вдохом и выдохом. Это задержки дыхания. И чем дольше задержки дыхания, тем больше в нас жизненных сил и здоровья. Делайте ежедневно по 5-10 подходов задержек дыхания на выдохе утром, днем и вечером. Выдохнули – задержка. Находимся в своем пределе. Потом вдох – отдышались. И это один раз. Итак, 5-10 подходов утром, днем и вечером. Необходимо добиться, чтобы задержки дыхания на выдохе были минимум 60, норма 90 секунд. Это щелочная среда, где вирусы, бактерии, паразиты не влияют на нас. Дыши, занимайся дыхательными практиками. Это аспект земли. Аспект неба – это разум. Держи в покое свое сердце, психику и ум. Не позволяй психическим стрессам, иллюзиям, умозаключениям, как реальным, так и ложным, проникать в твое сердце. Сохраняй позитив и здравомыслие. Действуй твердо и решительно от чистоты и покоя. Любовь – это то, что объединяет, страх – это то, что разъединяет. Итак, земля – это тело, небо – это разум. Сохраняй чистоту тела и разума, земли и неба. Любовь – это то, что объединяет землю и небо. Страх – это то, что разъединяет и разрушает землю и небо. И будь в балансе тела и психики, свети позитивом, и именно так ты соединишь в себе небо и землю, став проводником самой природы. И пусть она тебя несет по волнам счастья, уводя от сенсорической чистки. Итак, первое. Сохрани чистоту тела, делай задержки дыхания. Тогда вирус им не за что будет зацепиться, ему необходима только кислотная среда. Второе. Сохрани чистоту ума. Тогда стресс и паника не затянут тебя в опасную синхронистичность событий. И третье. Благость на сердце. Тогда ты притянешь в себе только положительную синхронистичность. Напоминаю, то, что ты думаешь, ты начинаешь чувствовать, что чувствуешь, то и излучаешь, а что излучаешь, то и получаешь обратно. Будь в гармонии с природой, значит быть в гармонии и чистотой своего тела, психики и ума. Будь в ладу с собой и помогай в сложных ситуациях другим. И именно сейчас вся Вселенная учит нас объединению, и клетки ее организма объединяются подобно капелькам, объединяющихся в единый океан. И те, кто не объединяются и не живут единым океаном, разрушаются, как раковые клетки и клетки эгоисты. Именно сейчас время и цикл коллективности и объединения. Будь в гармонии внутренней природы и внешней. Внутренняя природа – это твоя чистота тела, психики и ума. Внешняя природа – это твоя забота о других, о твоем окружении. Соедини внешнее и внутреннее. Помни, незадолго до победы будет искушение сдаться. В погоне за бренным не потеряй вечное. Те, кто в гармонии с вечным – вечны. С уважением, М. Часть Тебя. С уважением, М. Часть Тебя.